вечер добрый всем у меня сегодня еще на злобу дня реплика небольшая может быть вы мне что скажете посоветуете я отказываюсь понимать вот отказываюсь вообще в какие рамочки куда затолкать чтобы понять это понять невозможно нет я все-таки очки возьму то я не увижу щас вот как так ну нет можно только в одном случае если там мошенничество вот тогда можно но если все-таки это на государственном уровне я не понимаю тогда вообще не понимаю декабре месяце вы нам сидите смотрите тоже чай чайку налили ну чё там натаха в очередной раз нам поведает то быть ну давай натаха по сути ну что такие долгие преамбулы ну вот такие но так вот я вот понимаете вот не могу сразу бабах и все надо итак в декабре месяце перед тем как уехать в санаторий на отдых я получаю смс вот эти которые я в это идет автоплатеж по коммунальным услугам бабах двойной тариф я думаю что это даже за новости за такие я значит срочно еще управляющую компанию захожу в интернет да я не знаю там как у вас ваших городах городская городская управляющая компания вот вы сталкивались когда-нибудь с таким чтобы городская управляющая компания жил фонд то есть по простому по-советски жкх а еще раньше жк о чтобы они обанкротились но только вдумайтесь вдумайтесь жкх обанкротились они дерут с нас в три шкуры кого в 5 и в 10 и они вдруг обанкротились но мы понимаем эти технологии для того чтобы значит отмыть деньги эти обанкротились эти же остались на этом же месте переделали одну букву поменяли тут точку поставили тут птичку нарисовали короче все другая компания а те же на манеже мы все это прекрасно понимаем летом была большая заторможенность то есть у меня автоплатежи подключены я думаю что такое у меня летом значит за июль не берут деньги за июнь не берут деньги в сентябре приезжая у меня 16 с лишним тысяч на счету но на самом деле я же не платила я грошу случилось вообще еще чем разошло мне говорит мам так у нас поменялся хозяин у нас теперь гук жил фонд нас теперь то же самое но только по-другому немножечко старые обанкротились я думаю какая прелесть ну ладно я гашу этот долг 16 там почти 17 тысяч за три месяца июль июль август сентябрь и все стоит на свои рельсы дальше переделываю себе значит там полностью удаляю этот автоплатеж старый делаю новый новый автоплатеж теперь идет почему-то все время с процентами раньше был беспроцентный онлайн перевод теперь с процентами но вот новые но видать ну и маловато надо еще раз нас процента взять и вот декабре за два месяца берут я сразу же дыр 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 захожу ищу адреса все эти самые почты пишем письмо прошу сообщить мне в письменном виде в чем дело почему с меня взяли двойной тариф за квартплату и за ремонт капитальный ремонт отписались тут же мало того еще и позвонили позвонили и милая девушка на том краю провода значит она мне говорит вы не волнуйтесь мы так иногда вот делаем мы выставляем двойной тариф потому что в январе у людей денег нет там после вот новогодних праздников бы ну чтобы уже знаете вы не были должны мы вот вы можете конечно не оплачивать можете оплатить только за один месяц но я говорю то есть вы хотите сказать что я в январе платить не буду то есть я сейчас за декабрь за январь заплачу и следующий раз я заплачу только в феврале она говорит да вы заплатите только феврале и за капитальный ремонт и за квартиру я говорю ну хорошо я говорю я тогда значит псицу поставлю пускай у меня значит уйдут деньги за а там приостановлен приостановлен платеж потому что у меня такой суммы нет там же ведь в онлайн если кто пользуется онлайн платежами там же максимальную сумму мы ставим и если у меня стоит допустим максимальная сумма 7000 а мне выставили извините 10 то он не проходит потому что у меня ограничение в сумме если у меня 5 за квартиру то 7 у меня нормально все уходило поэтому платеж не прошел связи с тем что платеж не прошел тут я меняю чтобы он у меня ушел и у меня значит за снимают эти деньги автоматически у меня стоит 21 число то есть я не первого числа не второго не пятого не десятого я поставила себе автоплатежи на 21 число по всем совершенно пунктами газ и свет и квартира и так далее то есть как бы три недели я уже прожила и я уже тогда плачу за месяц 21 числа снимает у меня со счета и вдруг у меня в январе опять снимают берут и в январе снимают сумму большую даже чем я оплатила раньше за месяц я не могла тогда с ними тут писать мне было никогда не было времени просто началась сессия с 23 декабря я уже вся тут в бегах было мне некогда было с ними заниматься а вчера у меня был час времени утром и до того как пойти на учебу у нас вчера был последний день мы закрывали вчера сессию я думаю дай-ка я им напишу письмо я написала письмо и отправила с этой претензией и скрин сделала что у меня было была произведена оплата за два месяца и с меня еще раз взяли январе я еще не успела рта открыть там на учебе мои лекции были я и учусь и сама преподаю мне звонят говорят простите пожалуйста это вот жилищная значит фонд мы получили ваше письмо вы не указали там свой адрес там телефон то есть автоматически вы не указали свой адрес игру ой простите как же так как же так и я им значит говорю свой адрес мы выясним мы все выясним и все выясним сегодня уже закончился четверг что-то не долго долго выясняют среду они они все выясняли это я с утра все сделал четверг они выясняют завтра пятница не знаю выяснят они что-нибудь у меня уроков с утра нет я подожду и я так подумала а вот эти записьки я их по-другому никак не назовешь только записьки как они приходят я ничего за квартиру нас здесь прописано двое за капитальный ремонт на здесь прописано трое сумма вот объясните мне простой русской женщине я понимаю я не математик но как я могу иметь задолженность на 1 января 393 рубля 24 копейки если я заплатила за два месяца в декабре все прошло по счетам как я могу быть должна мало того что я на 1 января должна так у меня эту сумму припендюривают еще к тем 630 30 рублям 42 копейкам которые идут вот просто стабильно в каждый месяц мне их припендюривает которая должна и еще и пенни я должна заплатить которые мне здесь пишут я ничего не понимаю я все это им написала там еще в одном письме когда вот эта бумажка мне пришла за коммунальные за капитальный ремонт я им еще одно письмо краева я ничего не понимаю и я я решила сделать следующим образом конечно мне не то что тяжело это я мне потрачу время мне придется ходить самой я перейду опять на личный платеж буду ходить и оплачивать сама я отключу все автоплатежи потому что вы посмотрите как удобно берут и смахивают все что хотят то делают сами же все подключили на те забирайте нет уж и что я буду делать как я делала раньше когда я платила вот по этим квитанциям ходила когда не было ни карточек не онлайн банка у меня допустим там 5 200 там или 5 700 допустим я вообще платила ровно 5 потому что в этот банкомат можно было засунуть только одну то есть вот эти копейки а вот эти все засунуть было невозможно а давать в гору на тысячу больше платить государству у меня никакого желания не было мы живем здесь и сейчас вот прожили заплатили поэтому я решила что я буду по 5 тысяч сама ходить и платить все это буду приклеивать все это буду фиксировать по стариночке все это все эти квитанции бздык бздык все это буду склеивать наберется потом я прекрасно буду понимать что я не доплачиваю но я не буду являться не плательщиком я же плачу я же плачу и пускай они что хотят там делают и постепенно пусть он у меня купится пусть он у меня купится ничего я буду платить по пять тысяч месяцев вот этот хвостик там потом наберется мне государство в этом году к пенсии подарили 5000 не зашла благодать они там дали нам единовременно всем пенсионерам вот чего-нибудь опять упадет вдруг от государства я этот долг погашу я к чему это говорю я еще почему так что ни одна знакомая в кредит находится в кредите и она оплатит по кредиту только 100 рублей в месяц я говорю а почему ты так платишь она говорит а у меня больше нет не больше нет я могу платить только 100 рублей я говорю и ты его и зная и ты значит не числишься там в должниках она говорит нет проплаты идут у меня я каждый месяц ровно это в это число в которое я должна заплатить но там какую-то сумму две там сколько-то две тысячи с чем-то она платит ровно в день 100 рублей я говорю слушай как как интересно она говорит да у меня там копится этот долг а у меня нет денег государства меня не может обеспечить них не хватает мне трое детей готовы мне нечем заплатить да я его взяла если у меня была нормальная зарплата если бы у меня был нормальный детский сад там я могла все у меня куча проблем там туда-сюда все я могу только 100 рублей вот могу только вот сколько могу столько плачу говорю вот то что вот не рассказала моя приятельница и она вы зная она выезжает значит она это пробивает раз она платит ее же не могут должники воткнуть все если она ничего не платила нам было не плательщиком а так она платит так вот и я тоже я все подключу здесь и гуляйте-ка вы лесом потому что так нельзя не знаю что они мне отпишут я точно и за феврале платить не буду так как у меня все а заплачу только в марте отключу все и только так ну чем дальше дело кончится могу потом поделиться если вы с чем-то а сегодня кстати сталкивались если с таким поделитесь напишите может быть вообще это не жил фонд а кто-то там подключается может быть там что-то как-то я не знаю но четко понимаете вот четко а это вообще дурдом просто дурдом я еще и должница на 1 января 393 24 копейки какой не знала мы тоже вас такими не знали уважаемые не уважаемые сотрудники жил фонда тоже таких не знаю взяли обанкротились как это вы так умудрились вам надо написать заявление чтобы вас включили в книгу рекордов гениса потому что такое умудрить чтобы жпх обанкротилась это все равно что анекдот про колобка колобок повесился всего доброго всего доброго до новых встреч